Объявлением войны назвал президент Израиля Ицхак Герцог действия Ирана, нанесшего удары по Израилю. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, какими могут быть ответные действия. СМИ пишут, что от немедленного ответного удара по Ирану Израиль отговорил Джо Байден. Чего ждать дальше? Президент Ирана Иврахим Раиси в свою очередь заявил, что удары по Израилю были нанесены в рамках права Тегерана на самооборону. Иран уверяет, что не будет наносить дальнейших ударов, но предостерегает Израиль от ответных действий, а США от любого вмешательства. Иранские СМИ сообщили о запуске семи гиперзвуковых ракет в ходе атаки на Израиль. Утверждается, что ни одна из них не была перехвачена. При этом Израиль заявил, что отразил 99% из 300 иранских беспилотников и ракет. Как это понимать? Израиль изучал возможность нанесения ответного удара в качестве реакции на атаку Ирана в ночь на воскресенье. Однако передумал после разговора Бенемина Нетаньяху с Джо Байденом. Об этом пишут зарубежные СМИ по следам массового налета иранских беспилотников. Администрация США не хочет расширения конфликта с Ираном, заявил в воскресенье советник Белого дома Джон Кирби. Мы не хотим более масштабной войны с Ираном, приводит его слова издание The Hill. После ночной атаки Ирана последовали международные реакции. В российском МИДе заявили, что Москва крайне обеспокоена и призывает в сторону к сдержанности. В России генсек ООН Антонио Гутерриш выступил с осуждением нападения и подчеркнул, что ни ближний восточный регион, ни мир, цитата, не могут себе позволить еще одну войну. В НАТО осудили атаку Ирана на Израиль и призвали к сдержанности. С осуждением выступили также Германия, Франция, Япония, Великобритания. Китай же назвал эскалацию побочным эффектом войны в Газе и призвал закончить боевые действия. О том, прислушается ли Нетаньяху к позиции США и могут ли последовать провокации, рассуждает политолог-востоковед Елена Супонина. Цель Нетаньяху, конечно, чтобы кризис продолжался, но он опасается играть слишком рискованно и опасается переходить еще одну красную черту, хотя он уже многие перешел. Вообще, американцы, насколько я знаю, даже удивляются на Нетаньяху, потому что они никогда не считали его таким уж рисковым парнем. Это я знаю из своих личных контактов с высокопоставленными различными дипломатами. Но сейчас, похоже, многое изменилось, и он кровно заинтересован в том, чтобы конфликт тем или иным способом продолжался. Поэтому на словах он мог даже и пообещать американцам, что, мол, резкого ответа не будет, и сейчас эскалацию попытаются предотвратить. Но на деле я просто предвижу, что, возможно, любая провокация и, возможно, некое событие, на которое Нетаньяху с легкостью может опереться, чтобы вновь перейти к новому витку напряженности. Ну, скажем так, может быть, ливанская партия Хазбала обстрелять израильские территории. Израиль тогда скажет, ну вот, мы пытались удержаться от ответа, но никак не получается, они вот опять начали. То есть обстановка остается очень такой жидкой и очень взрывоопасной. Интересна позиция Иордании в этой эскалации. Еще ночью власти этой страны предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространстве иранские БПЛА, которые летят в сторону Израиля. И вроде как сообщалось, что было перехвачено несколько целей. Какую линию стараются выдержать Иордании вот в этой эскалации? Сложно маленьким арабским странам, и большим-то сейчас сложно, и богатым тяжело. А таким, как Иордании, еще сложнее. Но у них уже есть опыт как-то выкручиваться в такого рода ситуациях. С одной стороны, они давний американский партнер, у них мирное соглашение с Израилем. С другой стороны, у них энергоносители идут из того же Ирака. Ирак тесно сейчас связан с Ираном. Как и ранее, будут лавировать и дальше. Елена Супонина, политолог-востоковед. Тегеран поздно вечером в субботу атаковал Израиль с помощью беспилотников, а затем и баллистических ракет. По данным New York Times, Иран выпустил в направлении Израиля 185 БПЛА и 36 крылатых ракет. Также запустил 110 ракет класса «Земля-земля». Большая часть запусков была произведена с территории Ирана, остальные из Ирака, Йемена, Ливана и Сирии. Взрывы были слышны в Иерусалиме. Сирены воздушной тревоги включали также на юге и севере Израиля, в районе Шамрон, а также над Мертвым морем. Удары продолжались около пяти часов. К шести утра воскресенья пошли на спад. Израиль оценил ущерб от атаки как минимальный. Посол страны в России сообщил, что зафиксирован незначительный ущерб базе ВВС в пустыне Негев. Корпус Стражей Исламской революции назвал серию ударов успешной. О том, примет ли Израиль решение об ответном ударе, рассуждает местный журналист Марк Котлярский. Израиль испытывает определенное давление со стороны американцев, которые сказали, что мы вас защитили от иранской угрозы, мы, британцы, вам помогли, но на большее вы не рассчитываете. То есть Байден четко дал понять в беседе с Бенинами и Таньяку, что если Израиль решится нанести ответный удар по территории Ирана, то он, так сказать, умывает рук, и Америка не будет поддерживать Израиль в этом вопросе. Тут, понимаете, вопрос сложный еще и потому, что действительно Иран как бы отбомбился, скажем так. Ничего не получилось, 99% того, что было направлено на Израиль, не долетело до цели вообще, если не считать незначительного повреждения на авиабазе Неватим, куда, собственно говоря, это на юге страны, куда и целился Иран, и одной несчастной раненой 7-летней девочке-бедуинке, которая была ранена осколками от упавшей баллистической ракеты на юге страны недалеко от Арана. Иран заявил уже сам, придурно, как бы и в организации университетов, что мы отвечали на вот эту акцию на диверсию Израиля, который ударил по нашему консульству в Дамаске, погибло там всем высокопоставленных офицерам корпуса страны Иславской революции, и мы сочли своим долгом, согласно, как они сослались на какую-то резолюцию, мы сочли своим долгом, что мы имеем право на самооборону, мы ответили все. Если Израиль не ответит, то на это мы будем считать инцидент исчерпанных. Но с другой стороны, Израиль тоже не может не ответить, потому что иначе это будет воспринято как слабость, потому что мы защитились, но что дальше? И вот в этом и заключаются самые главные вопросы. В данном случае я соглашусь с американцами. Ответный удар Израиля, он может быть намного более мощным, безусловно, но это, конечно, спровоцирует колоссальную волну насилия в регионе. Марк Котлярский, израильский журналист. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи йеменских хуситов и ливанской шиитской группировки Хизбалам, которые атаку поддержали. При отражении атаки Израиль тесно сотрудничал со штатами Британии и Франции. Около ста беспилотников Ирана сбили силы США и Великобритании над Иорданией и Сирией. И они так и не долетели до израильских границ, сообщает Аля Рабия. О последствиях очередной эскалации политолог Георгий Бовт. США крайне не хотели бы, что сейчас пошла эскалация, потому что в ответ на ответ у Израиля Иран бы еще что-нибудь предпринял. Может быть и гораздо более массированную атаку, а в конце концов эскалация могла бы привести к тому, что США вынуждены были бы вмешаться. Видимо, какие-то контакты есть между американцами и иранцами, и они пытаются сдержать разрастание этого конфликта. Нетаньяху, в принципе, может и нынешний результат засчитать как свою победу, потому что, в общем, атака оказалась, мягко говоря, неэффективной. Ущерба она особо не нанесла, но и Иран может опадать это как свою победу. Судя по ликованиям на улицах Тегерана, подтверждается старая новая истина, что мы живем в эпоху постправды. То, что объявили по телевизору победой, то и является победой, вне зависимости от того, какой результат достигнут. В Тегеране объявили, что поражена масса военных целей. Если это не соответствует действительности, то, в общем, это никого уже и не волнует. Отношения между Нетаньяху и Байденом не очень хорошие лично. Нетаньяху не может на него в полной мере надеяться, поэтому, если он бы пошел сейчас на эскалацию в отношении Ирана, то, может быть, американцы не вписались бы в том масштабе, в каком могли бы вписаться. В принципе, можно на этом и закончить представление. Обмен ударами состоялся, все должны быть частично удовлетворены. В какой-то мере это спектакль, потому что для Ирана состоялся акт сохранения лица. Они произвели атаку, которая эффектно выглядела в интернете, по телевизору и так далее. Там летят ракеты, и можно сообщить, что ты там разбил врага на голову, кто это проверит. Я думаю, что Иран сейчас не будет ничего предпринимать. Если Израиль не ударит именно по территорию Ирана, скажем, по ядерным объектам, вероятность такая все еще сохраняется, мол, что Нетаньяху тормоза не сработают. Вот если все-таки этого удара не произойдет, то Иран не будет повторять налет на территорию Израиля. Он предпочтет действовать так же, как он действовал до сих пор, а именно руками своих марионеток. Политолог Георгий Бофт. Израиль заявил, что отразил 99% из 300 иранских беспилотников ракет. По словам министра обороны страны, Израиль с союзниками справились, цитата, «непревзойденным образом. Минимальный ущерб был нанесен только одной из армейских баз в Негеве». Он также отметил, что кампания еще не окончена, и необходимо сохранять бдительность. При этом КСИР заявляет, что успешно поразил военные цели на территории Израиля. Как сообщили позднее иранские телеканалы, Иран выпустил 7 гиперзвуковых ракет в ходе атаки на Израиль, и ни одна из них не была перехвачена. Комментирует военный эксперт, основатель портала «Милитария Раша» Дмитрий Корнев. Иран считает, что операция прошла успешно. Удар по этой авиабазе был нанесен. 7 ракет дошли до этой базы, база поражена, ну а всего остального как будто бы и не было. Удар ожидался, и к удару была подготовлена, ну, достаточно такая внушительная встреча, и не только в которой Израиль принимал участие, но и Иордания, и Великобритания, и Соединенные Штаты, а возможно еще какие-то страны тоже могли принять участие своими силами. Если мы говорим о количественных показателях, то из нескольких сотен запущенных ракет и аппаратов, вроде бы 7 аппаратов, 7 ракет поразили цели на территории Израиля. Если Израиль говорит об эффективности работы своих систем ПВО и ПРО в 99%, процентов, наверное, меньше, но процентов точно более 90. Опять же, если верить Израилю, то разрушения на этой базе, они минимальны, и, собственно, на эту базу уже приземлились самолеты, уже вернулись из боевых вылетов. Все победили, все довольны. Проблема теперь только в том, что с большой вероятностью Израиль будет совершать какие-то ответные шаги. Возможно, Соединенные Штаты его удержат от открытой эскалации. Пока все спокойно. В открытых источниках есть не только видео с шахедами, есть и бой с целями высокоскоростными. Если мы говорим о поражении авиабазы в пустыне Нигев, несколько объектов, которые шли на эту базу, были сбиты. Это видно на видео. Часть объектов прошла. В принципе, если премьера гиперзвуковых ракет состоялась, то, да, это возможно иметь в виду боевая премьера. Но есть еще один момент, он немаловажный. Что именно, какие именно ракеты Иран называет гиперзвуковыми? Пока не совсем понятно. Дело в том, что формальной гиперзвуковой ракетой можно назвать достаточно большой выбор техники. Если ракету «Искандер» запускать в определенных условиях, то ее тоже можно считать гиперзвуковой. Но при этом, на самом деле, она не гиперзвуковая. Так и здесь. Дмитрий Корнев, военный эксперт. Позднее армия Израиля заявила об ударе по крупному производственному объекту Хизбалла в глубине Ливана в ответ на обстрелы израильской территории. Эксперты ожидают ответов Израиля, в первую очередь, по иранским прокси в Ливане и Сирии, а также возможен ограниченный удар по территории Йемена и Ирака. Как это уже бывало ранее, ответ по иранской территории маловероятен. Незадолго до ударов Ирана по Израилю, глава израильского МИДа обвинил Иран в проведении пиратской операции нарушений международного права после захвата судна в Армузском проливе. Судя по видео, с вертолета Ми-17 на борт судна дезонтировался спецназ. Как пишет Times of Israel, танкер захватил корпус стражи Исламской революции, а официальный Тегеран не подтверждал захват судна.